Чемпион 28 боёв, 11 побед, включая 8 побед в нокаутах, 16 поражений при одной ничьи. Чемпион IWGP в тяжёлом весе, чемпион K1 World Grand Prix 2005, участник турниров Pride FC, Strike Force E3, представляющий Team Beast из Сиэтла, Волшингтон, Соединённые Штаты Америки, там и господа, приветствуйте! Ко-то-то-то-то-то-то! И его соперник в красном углу! Ему 31 губ, рост 193 сантиметра, вес 121,3 десятых килограмма, Профессиональный рекорд, 27 боёв, 21 победа, включая 13 побед в нокаутах, 5 сдачи, 3 решения, 6 поражений! Трёхкратный чемпион мира по боевому самбо! Пятикратный чемпион России по боевому самбо! Участников и лидер турниров Pride, Budok Fight и M1! Дамы и господа, представляющие команду А.Е.ТИ.М из Москвы, Россия! Встречайте! Александр! И... Микалита! И... Именно под такой вывеской будет проходить этот бой с боевым сапом. Вопрос по выбору соперников все-таки это больше к организаторам. Но возвращение Александра это само по себе событие, на которое стоило бы прийти. Бобсап, человек, который ничего не выигрывал с 2010 года, вышел американский футболист. Понятно, что были бои с Нагейрой, были бои с Арнастом Хустом. Было, 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 было. Было, с чем подошел он сейчас? Мотивация должна быть. Если он сейчас сумеет справиться с Александром Емельяненко, ну честь ему и хвала. Верю я в это лично или нет? Лично я не очень в это верю. Александр Емельяненко. После всех историй, предшествовавших его уходу из большого спорта, сейчас Александр в версии 2.0 должен показывать бой, должен показывать результат. Вне всякого сомнения, мы ждем от Александра только победы. Сап побежал охотиться куда-то в направлении ног. И все-таки, несмотря на все расклады, 154 килограмма, это 154 килограмма. Что-то достаточно в партере попросту лечь сверху. Александр, безусловно, его превосходит в ударной технике, уступая в весе залпа, но при этом по Сапуще надо попасть. Я думаю, что попадет. Рано или поздно, вопрос когда, в каком раунде это случится. Формат 3 по 5. Сап довольно уверенно огрызается, ушел в защиту. Добивание, в принципе, пассивная защита. Все, можно останавливать бой. Те, кто говорили, что поединок закончится примерно так, были, в общем-то, наверное, правы. Очень обидный цирк. Сейчас это легкое недоумение. Возвращение и реванш это то, на что приходит всегда и с удовольствием. Считать подобное поединок возвращения, в стоящем зрении, это юрода, де-факто. Судить сами, дорогие друзья, здесь по-другому не скажешь. Попсап уфал. Не скажи, прям подгоняйте.